Теорема Муавра Апласа. Когда вы рассматриваете бросание монеты, не обязательно, что монета символична. Символичная монета, когда выпадает одна из ее сторон, с вероятностью одна вторая. Мы сейчас будем рассматривать монету, когда вероятность выпадения с стороны любой человек не отмечается. Тогда другая сторона выпадает с вероятностью ху, которая равна 10 минус п. Это называется схема испытаний Берноль. Это самая простая задача, с которой человек встречается, когда начинает заниматься вероятностями. Так вот, представьте себе, что мы бросаем монету много раз, то есть количество бросков стремится к русской личности. и, соответственно, рассматриваем вероятность выпадения определенного количества к гербов. Это число сочетаний из n в к, p в степени k, q в степени n минус k. Оказывается, что при больших n и постоянных числах p, у него, соответственно, q в степени n минус p, почти все, с точки зрения вероятности, броски будут соответствовать тому, что k – это n, b. Это мы уже много раз объясняли. Самый простой способ – это неравенство Чебышова. Как это будет выглядеть на картинке? Очень просто. Оказывается, есть вот это самое число n в м. Конечно, есть ненулевая вероятность того, что выпадут только орешики. Есть то же самое ненулевая вероятность того, что выпадут все n гербов. Но эти числа очень-очень маленькие. А вот оказывается, эта величина устроена так, что если мы для каждого числа k отложим по вертикали соответствующий отрезок, то получится вот какая-то такая линия. И мы помним, что максимум расположен именно около числа n, и максимальная сумма отрезков именно где-то недалеко. И мы даже помним, насколько недалеко. Вот этот вот разброс, где еще имеет свойство смотреть эти отрезки, это величина примерно корень из n. Было такое? Было. Такое оказывается. Можно с довольно хорошей точностью приблизить эту криву. Только нужно выбрать хорошее обозначение. Потому что писать формулу вот в таких координатах через k не очень. Первое, что нужно сделать, это из числа k вычесть среднее значение гербов. При одном бросании вы получаете среднее значение, равное p. Потому что с вероятностью p у вас выпадет герб, а с вероятностью q, то есть 1 минус p, у вас выпадет решка. Значит, мы договорились, ну, очень понятно. Понятно. То есть нужно из k, безусловно, вычесть, что? np. np. Ну, а дальше, что называется, это секрет мастерства. Состоит в том, что, оказывается, формула будет совсем красивая, если поделить на корень из n2. Почему можно было догадаться, что разумно делить на корень из n2? Потому что дисперсия, рассматриваемая случайной величины, это вот что такое. Вот смотрите, когда один раз бросаешь, то получаешь либо единицу, либо ноль. Единицу с вероятностью p. Ноль с вероятностью q. Вспоминаем, что такое дисперсия. Это среднее значение квадрата отклонения от среднего. Среднее – это p. Значит, для нахождения дисперсии нужно найти вот такую величину. Ну, замечательно. Это что такое будет? Это будет pq квадрат плюс qp квадрат. Выносим pq за 100. Получается, что pq умножить на p плюс q. То есть, pq. Значит, при одном броске дисперсия равна pq. Ну, есть такая теорема, что дисперсия суммы независимых величин равна сумме дисперсии. r, то я, обозначив, как в этом решении в буквы x, выразил… Мы ввели величину x, как k минус n, p делить на корень из n, q. Выразили через него k и n минус k. p плюс q – это два больших числа в сумме, дающих единицу. Да. И нас интересует, при больших n, чему равно вот это вот число. Число сочетания из n, q, на p в степени k, на корень из n минус k. Да, отлично. Напишем число сочетания под формуле стерлинга. Мы написали при помощи формулы стерлинга формулу число сочетания из n, q, на p в степени k, на корень из n минус k. Да, в таком виде. Да. Теперь заметим, что е скрощается. Да, конечно. n мы запишем в виде n в степени k, умножить на n в степени n минус k. Разумно. Ну, просто еще равно и переписываю. Вот здесь 2p включается. Да. Чему это равняется? Это равняется формуле из n, делить на корень из n, 2p на n минус k. Так? Да. Умножить на n в степени k на p в степени k, делить на k в степени k и на n в степени n минус k. Теперь одно замечание. Вот там первый множитель, корень из n, делить на корень из k и n минус k. На самом деле сразу видно, чего он примерно равен. Значит, идея такая. Давайте мы там напишем не k, а k разделить на n. Не n минус k, а n минус k разделить на n. Можем? Заняйте, напиши, пожалуйста. Да, вот здесь вот, да, напишем n. И все это, естественно, под корнем. Вот. Что нужно сделать для того, чтобы так можно... Ну... Совершенно верно. Совершенно верно. Куда стремится k разделить на n? Стремится к p. Правильно. А n минус k разделить на n? Стремится к k. Вот. Значит, у нас вот этот первый множитель при больших n примерно единица разделить на корень из 2πnpq. Ну, это уже дело. Мы уже понимаем, что это такое. Правильно? Да. Вот дальше, к сожалению, хуже, потому что мы должны разобраться с вот этими двумя множителями и логарифм от них. Чему равен натуральный логарифм от k-той степени? k умножить на натуральный логарифм от первой. Правильно. Значит, мы должны взять такую вещь. k умножить на натуральный логарифм np делить на k. И плюс n минус k умножить на натуральный логарифм nq делить на n минус k. Правильно? Да. Переворачивать доску и просто посчитаем. Вот теперь ничего не поделаешь, но надо вместо чисел k и n минус k уже подставлять их выражения, причем везде. У нас же легко вычисляется логарифм, что называется, около единицы, да? Поэтому каждую из этих дробей надо, понятно, как записать, разделив в одном случае численность на np, а в другом случае на nq. Так, что мы теперь должны сделать? Мы должны писать алгоритм в виде ряда, ну, наверное, точности до двух первых членов будет достаточно. Интеграл от единицы до 1 плюс y. Да, это правда. Действительно, одно из определений неправильного алгоритма состоит в том, что это площадь под гиперболой, да? Площадь под кривой y равняется 1x. Да. Да, совершенно верно. Теперь вопрос. Если мы хотим при маленьких y найти эту величину. Ну, на самом деле, все просто. Надо, во-первых, сделать замену в интеграле. Интегрировать от нуля до y. Единицу делить на z плюс 1 dz. 1 разделить на z плюс 1 при маленьких z. Это приблизительно 1 минус z плюс z квадрат. Плюс, нет, почему? Мы должны все это как-то оценивать, да? Плюс o большое от z куб. Разумно? Если z у нас небольшое число, то оценка такая. То есть там, на самом деле, идут следующие члены, но они в сумме по порядку не больше, чем z куб. Замечательно. Так вот мы и должны проинтегрировать это. Ну, нет, сразу пиши интеграл. Нет. Слезли имя, ответ. Ты же наизусть помнишь. Интеграл от единицы по отрезку от нуля до y. Сколько будет? И y. Минус z, это получается y квадрат в полу. Конечно. Плюс o большое от y в четвертый. Почему от y в четвертый? Ну, потому что интегрируем по маленькому отрезочку. Ну, хорошо. Плюс o большое от y в четвертый. Вряд ли нам потребуется прямо так вот столько членов. Ну, понятно, что можно было написать еще больше, если мы единичество ограничено. Я уверен, что нам хватит первых двух. Давай все-таки будем писать просто o большое от y в кубе. Ладно? Да. Ну, все хорошо, все. В конце концов... Если что, вернемся. Если что, вернемся, да. Сейчас надо сделать очень простую вещь. Надо воспользоваться выведенной нами формулой для того логарифта. Так, логарифт единица делить на число, это просто минус логарифм. Правильно? Да. Значит, поэтому давай... Здесь будет логарифт единица, то есть ноль минус. Да, 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 да. И вот, поэтому будь добр, сотри вот эти вот наши все выкладки, ну, на левой доске, и туда напиши это вот, то, что получается. Уже все запомнили, да? Это у минус у квадрат пополам плюс o большое от y в куб. Отлично. Это все с минусом вообще-то. А, нет, все равно потом. Мы его лучше внутрь формулы внесем, да. Там же у нас, как было, логарифм 1 плюс, это минус, правильно? Логарифм 1 плюс y, это y минус y в квадрат пополам. Да, да, да. Да, 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 поэтому туда я внесем. Итак, скобка открывается. Да. Здесь логарифм 1 делить на число, это будет минус логарифм этого числа. Да, да, да. Минус x кормить с q делить на f, плюс y в квадрат пополам, то есть плюс x квадрат. q делить на np. Там было вообще-то в двойке еще. И еще двойке. Да. Да. Ну и плюс то самое o большое от той штуки в кубе. x куб, да, корень из q, да, 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 делить на корень из n куб, p куб. Большое число здесь n, поэтому фактически это n в степени минус 3 вторых. Понятно, да? p и q это константы, поэтому их можно вообще не писать. А фактически n в степени минус 3 вторых. Ну хорошо, так или иначе мы написали, теперь самое интересное, да, 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 вот это все в больших скобках. Да, теперь самое интересное, второе, плюс, ну и уж то же самое o большое от n в степени минус 3 вторых. Так, ну если считать, что x у нас не очень большое число, x меняется в этих-то пределах. Так, хорошо, хорошо, что дальше? Надо искать скобки. Раскроем скобки. Все, откроем скобки. Каждое на каждое. И при этом бесконечно малые величины все время отбрасываем. Скобка не нужна. Здесь будет np на минус x корень из q делить np, то есть это будет минус x корней из npq. Да. Дальше np умножить на x квадрат q делить npq плюс x квадрат q пополам. Пополам. Да. Отбрасываем бесконечно малую величину. Теперь будет минус, вот это выражение на это, это минус x квадрат q. Да. И все, и больше из верхней строчки можно ничего не писать. Все остальное маленькое. Так, теперь точно так же раскрываем нижнюю скобку. np умножить на x корней из p делить np. Это будет плюс. Да. Нp умножить на это будет плюс x квадрат p пополам. Да, и наконец. Минус x квадрат p. Да. Так, только вот все-таки не равно, а примерно равно. Мы отбрасывали о большое от 1 делить на корень из n. Да, да. Теперь сообразим, что это такое. Ну вот здесь минус x квадрат q пополам, там x квадрат p пополам. Это получается x квадрат пополам. Да. И вот здесь минус x квадрат q минус x квадрат p. То есть всего вместе получится минус x квадрат п пополам. Ура. Ура. И это и есть тот самый замечательный правильный ответ. Мы переворачиваем доску. Мы посчитали произведение тему дровей. Да. Оно получилось e в степени минус x квадрат п пополам. Ну, примерно. Примерно. И чем больше n, тем точнее это будет. Это и называется локальная теорема Мауро-Лапласа. Вероятность очень легко приближается. Единица делить на корень из 2πnpq умножить на e в степени минус x квадрат п пополам. Обратите внимание, что такое x. Это k минус np, то есть отклонение от среднего значения нашей случайной величины, деленное на корень из npq, то есть деленное на корень из дисперсии. Отлично. Ну, а теперь давайте поймем, что такое интегральная теорема Мауро-Лапласа.